На тренировку мотоболисты собираются в приподнятом настроении. Три дня назад парни вернулись из Литвы, где приняли участие в международном турнире. Команды из Германии и Литвы не смогли составить конкуренцию россиянам. А для спортсменов Металлурга это стало еще и неплохой боевой тренировкой перед предстоящим чемпионатом Европы. В Литве вот на этом поле, в Крекинге, были 22 года назад. Там был в 96-м году чемпионат Европы и больше с Литвой, к сожалению, контактов не было. Интерес очень большой к народу. Я вам скажу, там стадион небольшой, но чуть даже побольше нашего, но где-то 2-3-4 тысячи приходило. Сезон в чемпионате России команда начала по-боевому. Первые игры почти всегда заканчивались совершенно разгромным счетом. В списке лучших бомбардиров верхние строчки рейтинга также возглавляют спортсмены Металлурга. Поехали по 10 раз. Сейчас низом. Все по 10 раз. Впрочем, дают проявить себя и молодежи. Никита Марков, играющий под пятым номером, в этом сезоне впервые выступает в основном составе. Но пока многому учатся у старших товарищей. Чуть-чуть было непривычно, потому что другой состав, другая игра. С других я играл за малышей, там совсем по-другому все было. Тренера выпускают, подсказывают, если что-то неправильно. Ну так, нормально. Ну а в целом атмосфера какая в коллективе? То есть помогают коллеги по команде? Как помогают, чем? Ну, помогают, подсказывают, какие ошибки, какие не ошибки. Поддерживают команду. Общую картину слегка подпортила предыдущая игра чемпионата. Тогда Металлург встретился с командой «Колос» из Ставропольского края. Несмотря на все усилия видновской команды, счет в игре оказался 4-1. Не в нашу пользу. Преимущество, я не скажу, что было на стороне Ипатова. Команда Металлург доминировала игрой. Ну, я думаю, для зрителей домашняя игра, ответная, будет очень интересная. Действительно, 15 июня. Металлург вновь встретится с «Колосом», но теперь уже на своем поле. А сейчас спортсмены готовятся к встрече с командой «Агрокомплекс» из Краснодарского края. Это та команда, которая может играть и играть хорошо. Вот они в прошлом году бронзовые призеры были. И команда прогрессирующая. Молодежь, местные ребята, нормальный тренировочный процесс. У них хороший спортер, появился «Агрокомплекс». Нас ждет матч-реванш. Команды уже встречались в этом сезоне, и Металлург разгромил «Агрокомплекс» со счетом 6-1. Тем интереснее будет наблюдать за будущей игрой. Сегодня спортсмены тренируются, но очень скоро на этом поле мы с вами можем увидеть настоящие спортивные баталии. Приходите и вы 8 июня поддержать любимую команду. Максим Козлов, Владимир Бижонов. Увидное ТВ.